Как он хвостом? Смотри, бьет, да? Два сидит, два. Мочи его. Димон, красавчик, смотри какой. Димон? Как рыбач. О, вот такие вот красавчики. Димоныч, объедение. Объедение. Всем привет. Ребята, всем привет. Как вы поняли с названия видео, мы будем сегодня ловить раков на... Собачий корм. Собачий корм, ребят. Собачий корм с курицей, с овощами. Вот такая вот штука, какая будет призывать наших раков. То есть сейчас у нас на улице вечер. У нас наши ловушки, можно сказать, принадо наши будут стоять ровно сутки. И завтра мы приедем, посмотрим на результат. Такие планы. То есть, ребят, мы все сами знаем, что раки падальщики. Едят тухлую рыбу, мясо, всякую фигню такую. Друг друга едят. Все подряд что валяется, мертвая на дне реки. Поэтому мы взяли собачий корм, так как он пахнет курицей, там есть куски мяса. И будем им раков призывать. Ну что, поехали. Мясо есть? Ну, как бы так сказать, пахнет. Но не для людей. У, Димон, да ты что? Давай. Ну давай. Ты же смотри, нам надо сделать точек пять. Давай. По чуть-чуть. По чуть-чуть. О, кусочки пошли, да? Да. Главное запомнить эти места, потому что завтра нам сюда возвращаться. Ребят, вторая точка. Там делаем несколько кубиков. О. Итак, идем по берегу, смотрим хорошие места. Раки выползают на открытую местность, такой вот, как тут. О, как тут, видите, такая местность. Как маленький пляжик. И вот наш корм мы разбросали. Я думаю, что за это время, которое он тут будет ночью находиться, они по-любому этот вкус должны услышать и сюда пригнать, да, Димон? Да. По-любому. Что тогда будет? Кубики, кубики. Видно, что весна пришла, и люди вышли на воду. Кто с лодками, он плавает, пробует рыбачить. Кто как мы на раков, все по-разному. Друзья, летний сезон не за горами, поэтому нужно выбрать себе палатку для рыбалки. Именно рыболовную, не просто туристическую, а рыболовную. Для этого, как всегда, я перехожу в Е-каталог. Е-каталог сам не продает, он всего лишь собирает все сайты в интернете и показывает вам цены и характеристики, чтобы вам помочь, ребята. Туризмная рыбалка. Открываем все разделы и переходим в палатки. Выбираем палатку. Делаем расширенный подбор. Конечно же, здесь нам что-то уже показывается, так сказать. Люди выбирали, вот вышла в топ. Выбираем назначение для рыбалки. Выбираем сезонность лета. И выбираем, ребята, теперь палаточку. Я, честно говоря, уже подобрал себе палаточку. Это рейнджер. Хотя здесь очень много разных палаток, но любой вкус и цвет. Мне нравится рейнджер. Вот этим своим верхним козырьком, ну блин, просто вот, знаете, прилегло к сердцу, так сказать. Смотрим. Есть очень много фото. С каждой стороны палатка видна. Характеристики полные есть. Можно посмотреть, с чего сделано. Количество внутренних отсеков, окон. И, конечно же, это цена. Цена разная в разных интернет-магазинах. Есть 10 800, есть 12 800, а есть, ребята, и 8000. Видите, как отличается. Сравним эту палатку давайте с двухместным рейнджером. Чем они отличаются друг от друга? Потому что с виду практически одинаковые. Характеристики можно посмотреть. И также цена. Тоже цена отличается в разных интернет-магазинах на несколько тысяч. Это довольно существенно, я бы сказал. Так, отличается чем? Количеством мест, весом. Отличаются они количеством окон. Материал главный. Там нейлон, тут полиэстер. Внешний размер палатки отличается у них. И отличается количество отсеков. То есть, есть внутренняя палатка, можно сказать. Палатка над палаткой. Вот таким образом при помощи Е-каталога можно себе выбрать любой товар. Начиная от ноутбука, заканчивая, ребята, рыболовными снастями, как это делаю я постоянно. Купить себе фидер, катушку. И все это можно сравнить. И все это можно выбрать по лучшей цене при помощи Е-каталога. Ссылка будет внизу в описании. Переходите, просматривайте. Друзья, надеемся, мы завтра здесь будем первые. И никто не успеет до нас прийти, да, Димон? Да, мусор собрали. Все. Так же поступайте. Никогда не загрязняйте природу, потому что вам же на ней же и отдых. Правильно. Ребята, все по щелчку. Мы домой, пока еще не стемнело. Сейчас стемнеет очень быстро. Река Северский Донец дает нам рыбу, правильно? И надеемся, что будут раки. Поехали. Полетели. Ребята, всем доброе утро. Всем доброе утро. Выехали мы тубасить раков. Проверять наши места, на которых мы закинули наш собачий корм. Скажем вам честно, уже глазиком посмотрели, два рака были на первой точке. Вот мы стоим довольны перед вами. Поэтому мы быстро не теряем время, не кричим, делаем быстро раковку и начинаем их ловить. Не зря мы вчера так старались, раскидывали везде, правильно, по точкам нашу приманку. Наш труд принес успех. В бой. Погнали. Первым делом мы начинаем одеваться, ребят, в забродный костюм. У кого есть заброды, это просто класс. Заброды, любые, вейдерсы. У меня вейдерсы, да, вот. Одеваем, потому что нам надо будет ходить, в воду заходить по пояс, по плечи, ну глубоко. И смотреть, где раки. О, одеваемся по бырику. Друзья, сейчас нам первым делом надо сделать раковку, потому что точки-то есть у нас, раки пришли, а ловить их нечем. Сейчас мы быстро идем к вонке, вон к камышам, там хороший высокий камыш, гляньте, как офигенно. И как раз мы выловаем пару раковок. Почему сделаем пару? Одна может поломаться, мало ли что, да, и чтобы сразу у нас была еще одна в запасе, чтобы второй тоже колоть. Я взял для этого специально нож канцелярский и специально взял самую крепкую синюю изоленту. Нам нужен толстый камыш с хорошим основанием. Ну вот в угле воды растут самые такие. Ребят, я вот сейчас выломал, смотрите, сколько камышей, видите, штук шесть. Зачем так много, вы скажете, ведь надо только два. Потому что много некачественной продукции. То есть камыш реально, вот ты его берешь, он вроде ничего, потом смотришь кривой или в средине поломанный. Вутиль. Потом смотришь, он кривучий такой, как им ловить, хрен его знает. Тоже вутиль. Второй тоже, допустим, кривой, как баба-яга. И вот только некоторые такие более-менее камыши с прочной, вот сказать, с прочным началом вот этим, какой нам нужен. Он не гнилой, он не прелый, он как раз сухой, хороший и мощный. Наша задача сейчас снять все вот эти вот лохмоти с камыша. И вот мы видим почку. Раз почка, два почка. Вот здесь вот очень большая длина между почками. Нам как раз тут короткая длина, видите, вот. Ну тут почти в два раза больше. Вот наша задача сейчас обрезать ровно вот этот камыш. Обрезаем его очень ровно, прям вот здесь. Для этого я канцелярским ножом вот такими круговыми движениями, как бы пиляя его, беру и просто режу. Очень ровно. Чтобы он не сломался, это главное, ребят. Я делаю осторожный пропил, еще раз говорю. Если резко начать пилять, он просто треснет, а он нам нужен ровный и целый. Ребят, теперь нам нужно взять изоленту. И изолентой на расстоянии где-то сантиметров 20 вот так вот просто-напросто замотать это дело. Зачем мы это сделали? Мы сейчас будем делать надрез, раскрывать. И если мы не примотаем изоленту, у нас камыш просто здесь треснет по второй почке. Делаем надрез. Тут будьте осторожны, чтобы нож у вас не проскочил и вы себе ни в коем случае не порезали руку. Делаем его строго вот так по центру. Все, надрезаем. А дальше камыш сам у нас пойдет ломаться. Вот до самого края. Вот. Теперь наша задача взять какую-то небольшую палочку сантиметров 4-5 длиной и вставить вот сюда между нашей раколовки. Вот так вот. Оба-на! Вот такая вот прищепка у нас получается. Ребят, первая точка. Димон, смотри, рак. Тихо, не куку. Уходи, Димон, смотри. Уходи. 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 Вон, 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 далеко. А, братан! Есть, братан! Смотри! Первый пошел! Хорош! Хорош! Давай его ветров сразу класть, смотри. О! Ё-моё! Ох! Смотри, какой! Дон Пердуна. Ракообразный, клешнястый. Хорош! Слушай, ну ты видел, там два было вроде, да? Один такой сразу текать начал, да? Жесть! Очень такая тема важная сейчас при ловле раков. Очки. Поляризационные. Вы их одеваете, бликов нету. Вам лучше видно, где они в воде, короче, ползают. Реально штука. У кого есть, ребят, не забудьте взять с собой на рыбалку. Вторая точка. Корм, корм. А, там рак, смотри. Есть, есть, есть. Видишь, хаврит? Да. Ползёр, глянь. Есть, смотри, красавчик какой, да? Да. Смотри, за клешню опять взяли его. Именно за клешню, да? Хорош. Выкидываем. О, три уже. Ну, не крупные, да, такие? Средние, можно сказать. Ну, блин. Пришли на пэдигри. Это у нас ещё одна клешневых не было. Вообще. Ну что, идём дальше смотреть. Давай мне, давай, сразу очки. Я пошёл их ловить. Давай. Твоя очередь, Дима. Держи ведро. Наши красавчики. И попёрли. Попёрли, братуха. Ещё одна точка. Ничего нету. Как я смотрю, ты скинулась здесь. Пока пустота? Да. Пойдём, да. Ходим, бродим. Я же там что-то водит, джейдж. Ходим, бродим. Раков на ходе. Под пневмом тут место было, пень такой. Возможно, вот мы думали, тут что-то есть. Как хорошее место. Вот в педигри, да? Да. В педигри видно. Под берегом, смотри, они могут под берег выползти ближе. Кусочки колбаски. Чё, как нет никого, что ли? Вроде бы. Друзья, раки такая штука, что можно прийти на место, встать, смотреть вдвоём и нихера их не увидеть, да? А потом через минуту, подожди, дайте, покажу, дай покажу, покажу, пацана. А потом через минуту он реально выплывет. И вы вас сможете увидеть. Есть. Есть, да? Красавец. Красавец. Димон, поздравляю тебя. Первый пошёл. Димон, красавчик. Смотри, какой. Ух. То есть, такие есть. Вы можете стоять, не вздумать, целовать, ты что, заклющишься, когда с тебя будут идти как у змеи потом ездить. Короче, вот реально мы стояли только что, наверное, минуту, смотрели, где он, где он. Он такой за кустикой, хоп, и выполз. То есть, можно ходить реально друг за другом. Один прошёл, посмотрел, ничего нету. Второй может тоже идти следом, правильно? Это, ну, ёлки-палки называется. Мастера маскировки ещё те. О, красавчики. Друзья, раков нужно ловить именно на прогреваемых участках берегов, берега реки, потому что, вот видите, посадка есть. Сейчас мы тут будем сок качать берёзовый. Берёза, красота, всё просто супер. Вот там, с той стороны, тень. То есть, солнце, получается, за моей спиной всё время, и туда валит тень, берег там вообще практически непрогреваемый. С той стороны, где мы рассыпали вчера корм, берег прогревается солнцем, и они туда вылазят даже сами по себе, вне зависимости от того, есть ли принада или нету. Поэтому всегда ловите их там, где есть прогрев воды, потому что они лезут именно на тёплую воду. Вот так. Друзья, сильно сверлить не надо, буквально немножко. Вот, дерево мы поранить не хотим, а просто пробить кору до того момента, пока у нас не начнёт оттуда капать берёзовый сок. Ребят, пошёл капать сок, смотрите. Вот как красиво. Вот. Пару секунд прошло, и пошёл. Сладко-сладко, хорош. Берём наш жалобок и забиваем, как я сказал, сюда. О, всё. Видите, пошло капать. Вот она капелька. И сейчас будет прям в нашу бутылку. Для того, чтобы нашу бутылку с вами не сдуло ветром, я специально, как вы видели, взял с собой и зелу верёвку. Вот она. Можно подвязать её. О, хорош, да, Диман? Красота. Опа. Потом мы просто в конце возьмём, закупорим эти отверстия и замажем их землёй. О, хорошо пошло капать, да? Отлично. Друзья, кроме нас тут ещё кто-то собирает сок, но система совсем другая. Во-первых, система называется «Никто не увидит меня». Вот, всё спрятано, видите, прикиданная бутылочка. Ну, или просто, чтобы ветром не сдуло, наверное, представили. Видишь? Капает, видно по бульбашке. И здесь стоит капельница. Капельница, как иголка, вот. То есть, система тоже довольно-таки интересная. Ну, знаешь, я вижу вот тут, что бульбашка, если смотреть, идёт очень медленно. Очень медленно. Диаметр, наверное, маленький всё-таки. Объём дерева большой, диаметр маленький. Можно сделать побольше, тогда будет получше капать. Друзья, сейчас тепло, и они могут быть необязательно возле прикормленных мест. Можно их также поискать вот где-то на берегу, на хорошем, на чистом вот участке. То есть, мы просто с вами подходим, тихонько обязательно, а то они текают. Впритык подходим, наклоняемся своим фейсом и наблюдаем в одну точку. Ну, как в одну. Посмотрели, прошли туда-сюда, посмотрели опять. Наблюдать надо от берега всегда смотреть и вдаль. Потому что они такие, ну, ракообразные, могут выползать прям вот под самый берег, прям под берег. Нашли, ребят, одну, вон там далёку. Дима, видишь? Вон, вон, смотри, ползёт. Видишь? Увидел? Да, что-то есть. Смотри, пятисо, пятисо, смотри. Да погнался. Сейчас покажу. Поймал. Ееееееее. Поймал. Ух. Слежу, тихо. Стоять! О! Стоять! Ракообразный. Готов. Готов. Хорош. Как он хвостом, смотри, бьёт, да? Решили проверить наши старые места, вот так потихонечку уходим по берегу. Ну, как мы, предполагавшие. Приполз? Да. Диод. О, подожди, подожди, убегай, Димон. Подожди, давай. Вот он, красавец. Попался? Сейчас ещё проходим места, может что-то будет. Может ещё кого-то. Да. Димон, только тихонько подходи. А, да. Смотри, да. Где? Ну, с травы попал. Не вижу, да, Илана. А, вот он. Попался? Который щипался? Какой щипал? От стравы выползал. Да, от стравы? Да. Смотри, всё-таки жута нету, блин, по этим игре вообще, да? Кусочки валяются, сползаются, один хрен на него. Я тебе хочу сказать сам же, знаешь, за сегодня очень много мест прошли, которые мы наши закармливали. В некоторых не было, в некоторых, ну, мы оставили только самое интересное. Да, ребят, не в каждой закармливанной точке есть, в некоторых нету вообще. Нашли мы также пару штук просто мимо наших. Так убери подальше, сейчас укусит. Себе, себе его дали. Нашли мы также пару штук просто, значит, не в значай, не на горных точках, просто так ползали, да? Ну что, прошло у нас часа два, два с половиной, и мы будем идти смотреть наш березовый сок. Нормаз ещё. Нормаз? Попробовал, братан. Ничего такое, сладенький. А, ну где-то полторуха, да? Второй где-то так же. Так же где-то. То есть ещё достаточно. Ну, пожарить нам хватит этого, правильно? Кастрюля у нас немаленькая. Ребят, как я всегда снимаю после березового сока. Бутылочку в сторонку. Вот. Вытаскиваем наш с вами желобок. Беру вот палочку тут какую-то, такого же диаметра, как там. И туда я выгоняю, отламываю по краю. И, в принципе, всё. Можно чуть-чуть землёй вот так, если хотите притрусить. Но я туда просто загоняю хороший чопик, вот такой вот. И всё. Оттуда уже ничего не бежит. Он сейчас набухнет этот чопик. Видите, как получается? Он разбух, намокнет, и всё будет отлично. Поэтому вот таким способом я закрываю деревья. Напишите в комментариях, как вы это делаете, когда собираете березовый сок. Ребят, ну что, наловили мы раков. Всё у нас здорово. Вот они, вот они красавчики. Сейчас мы будем их готовить. Друзья, для этого у нас есть соль, есть у нас печка, всё есть. Главное, и даже есть у нас, Димон, кто? Укропчик. Сейчас мы вам всё покажем. Главное, когда вы будете варить раков, ребят, покипятить их не меньше, чем 9-10 минут. Вот 10 минут они должны кипеть. Для того, чтобы они были готовы, для того, чтобы все гадости, так сказать, убились. Какие могут там присутствовать в водоеме какие-то бактерии, гельминты и прочее. Это вот основное требование. Всё, быстренько моем, делаем и начинаем варочку, да, Димыч? Давай, нормально порыбачили. Краба, давай, укропчика есть, голодный парень. Быстро сейчас буду готовить. Вот они наши красавчики, смотрите. Вот они, плавающие наши андатры. Вот такие вот. Варить раков сегодня будем на берёзовом соку. Вот он наш, какой мы собрали. Ребят, ветер поднялся, поэтому вот так будем прикрывать, держать, чтобы можно было зажечь наш огонь. Ставим нашу кастрюльку сюда. Вот, наливаем сюда сока и доводим воду, так сказать, до кипения. Потом раков уже будем бросать в кипящую воду. Ребят, вода почти закипела. Наш укроп, наша соль. Соли вроде бы 6 столовых ложек на литр надо кидать. Горячо, ложки столовой нету, это до хрена будет. Ну вот мы сейчас половину отсыпем. Вот так, дед, да, Димон? Вот так. Если что, потом добавим, попробуем воду. Ребят, вот наши рачки, красавчики, смотрите. Вот они уже начали вариться, так сказать. Кстати, мы сейчас вот эти стручки с укропа, длинные, вот так прям положим сверху, вот сюда вот, и прикроем крышкой. Это для того мы сделаем, чтобы раков прижать и полностью они были в воде, чтобы они полностью кипели. Знаете, там ни пастри не торчало, ничего, чтобы полностью весь рак на 360 поддался термической обработке. Вот, укропчика кинули, прижали. Все, Димон, сейчас закипает вода, мы смотрим с тобой и на секундомер 10 минут. Все, ребят, вырубаем наших раков, вот они. Ах, красавчики, кипели, прямо аж варились, можно сказать. Бум! Фу! Ну что, раками пахнут, Димон, как рыбка, видишь, вот. Классно? Красавцы. Димон, как рыбалка. О, хорош. Вот такая ловля рака у нас вышла. Димон, нормально, вот. Давай, поехали. Да, напишите в комментариях, если вам нравится, что мы будем готовить, то рыбу какую ловим, или тех раков, каких ловим, будем готовить на реке, то, ребята, пишите об этом в комментах. Мы можем окуня сделать на гриле, правильно, либо щуку, либо карася под майонезом, будет довольно просто. Рецепты будут простые, знаете, так сказать, народные, чтобы не заморачиваться, правильно, и было все как надо. Нормалек, по сути нормально, да? Да. Хорош. Хорош. Все, ребят, в общем, мы хаваем, едем домой, подписывайтесь, кто не подписан, и ездите всегда на рыбалку, да, Димон? Всем пока. Пока. Все, братан. Давай бегом хавать, то, что, блин, пока теплая, класс. Вообще. Жесть. Субтитры сделал DimaTorzok